МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «День с толком». Итоги недели подведем сегодня вместе в студии Елены Макаренко. Здравствуйте. Начнем выпуск с дорожной обстановки. Сегодня в Барнауле полностью перекрыли мост в районе Нового рынка. Это значит, что движение транспорта там прекращено в обоих направлениях. Трамваи 4, 7 и 1 маршрутов свою работу завершили еще накануне. За сутки до закрытия моста на место событий приехали городские власти проверить пешеходную зону и ход текущих работ. За эти выходные рабочие должны состыковать рельсы, чтобы как можно скорее запустить движение трамвая. 1 июня для барнаульцев заработает система пересадочного талона. Активировать ее нужно в киоске, купив транспортную карту. Это позволит сэкономить деньги и не платить за проезд при пересадке. Некоторые жители города уже, правда, обдумали лазейки и планируют сэкономить в разы больше денег. О таком нюансе власти города рассказали и СМИ. То есть можно схитрить, доехать до Пионера, погулять и обратно уехать? Да. У нас здесь в этом плане система не распознает именно... Мы не стали запрещать, что на одной и тот же маршрут. Да, действительно, если вы доехали, погуляли и обратно сели, то бесплатно доехали. Для усиления парка общественного транспорта на неделю в Барнауле пустили на линию дополнительные трамваи. Те, что пришли к нам в регион из Москвы. Они перевозят пассажиров 4, 5 и 7 маршрутов. Напомним, в сентябре прошлого года столица России безвозмездно передала нашему региону 10 трамваев. 5 вагонов, которые произвели в Чехии еще в советское время, новую жизнь начали в краевой столице и еще столько же в Бийске. Прибывшая партия не заменит барнаульские трамваи, лишь дополнит действующий состав. Но перекрашивать вагоны в привычные для горожан желто-красные цвета не будут, рассказали в Горэлектротрансе. После ремонта, то есть после технического ТО, каждый трамвай прошел обкатку. Обкатка это когда в городе трамваи проезжают, данные трамваи проехали у нас по 50 километров, то есть посмотрели их техническое состояние, исправны, неисправны, по какому профилю запускать. Есть понятие тяжелого профиля, который у нас находится на проспекте Красноармейском при спуске вниз, при подъеме по Заменогорскому тракту. Вот это называется тяжелым профилем. Отметим, еще задолго до того, как трамваи прибыли на Алтай из Москвы, жители края активно возмущались в соцсетях их состоянием. Люди сравнивали голубые вагоны с теми, что курсируют сегодня по столице России, недоумевая, почему же нам не отправляют такие. Но вот могут ли барнаульцы отказаться от личного автомобиля в пользу общественного транспорта и готов ли он к возросшей нагрузке? Об этом в нашем сюжете. Неизбежная близость или даже давка – так можно описать поездку в городских автобусах. Плата за проезд периодически поднимается, но проблемы остаются. Морально устаревшие салоны – нерегулярность рейсов. А ведь новая схема движения в районе нового рынка, как неоднократно говорили чиновники, ориентирована именно на то, чтобы жители Барнаула пересаживались на общественный транспорт. Предположим, 30% автомобилистов города Барнаула пересели на общественный транспорт. Ну так для этого нужно увеличить количество автобусов. То количество автобусов на существующих маршрутов, даже там, где они составляют нормативы, оно и так заполнено. А там, где нет нормативов. И, кстати, давка, она уже в общественном транспорте наблюдается не только в часы пик. И в итоге, то есть, мотивации у людей пересаживаться на нормальный общественный транспорт, его нет, потому что общественного транспорта нормального нет. В мэрии нам сообщили, что с перевозчиками проводятся рабочие встречи, в том числе по организации бесперебойной работы транспорта на период закрытия путепровода. Также в администрации заявляют, что перевозчики имеют достаточное количество исправных подвижных единиц, способных обеспечить работу общественного транспорта. И в случае увеличения пассажиропотока по муниципальным маршрутам, число машин должно быть увеличено. Вообще, хотелось бы, чтобы в целом приоритет не только на период реконструкции путепровода, но и в целом в городе на все века был к общественному транспорту. Понятно, что к общественному транспорту есть вопросы. Это и регулярность, это и комфорт в тех автобусах, которые мы на сегодняшний день имеем. Но этот процесс взаимосвязан. При переходе пассажира увеличивается доходность на транспорте, там появляется возможность какого-то обновления. Также в мэрии напомнили, по муниципальным маршрутам проводятся открытые конкурсы. И по итогам предпочтение отдается участникам, закупившим новые автобусы для перевозки пассажиров. Но оценят ли жители города все прелести общественного транспорта, покажет время. Ирина Корчагина, Алексей Фризин, День с толком. А между тем, пути движения для общественного транспорта, в частности трамваев, стали специально ограждать. Так, на улице Челюскинцев установили дорожные столбики, которые должны предотвратить наезд транспорта на трамвайное полотно. Но вот не успели наши журналисты приехать туда, чтобы снять репортаж, как увидели последствия такой выделенки. Первое – ДТП. Пока вам ничего не было. Получается, вы ехали по трамвайным путям? Да, да. Одна машина на обочине, другая – с разбитым бампером. Первые кадры с места аварии на Челюскинцев. Предполагаемый виновник дорожного ЧП ехал по запрещенной с недавнего времени трамвайной полосе. В результате движения рогатых встало, а участники аварии подсчитывают ущерб. Я двигался по Челюскинцев. Здесь, на этом развороте, я хотел развернуться. По правилам? По правилам. Посмотрел в зеркало, его не видать. А там низина, он, наверное, в мертвой зоне был. Ну, все, ну, представляете, с какой скоростью шел, что он в машину в полку болел. Получается, он ехал по трамвайным путям? Да, здесь. А он, говорит, там несся вообще-то жмак. Благодаря ограждениям, специально установленным конусом выдохнули водители трамваев и их пассажиры. В пробках они простаивали до получаса. Теперь же страдать будут все остальные. Для движения транспорта осталась всего одна полоса. А это значит, что в часы пик Челюскинцев однозначно встанет колом. Представьте, ломается на Челюскинцев большой груз. Включает аварийку, слева конусы, справа дома. Никаких карманов, чтобы развернуться, нет. Грузовик тоже не подвинуть. В результате автомобилистам придется коротать время в огромных пробках. Вообще неудобно. То есть перестраиваться, неудобно поворачивать, неудобно. Места очень мало. Вообще первый раз не еду, я офигела. Получается, удобно только трамваям. Да, вот им удобно. Конечно, неудобно. Потому что пробка собирается, особенно сейчас вечером. Здесь будет полностью транспорт стоять. Транспорт стоит, начиная от Гоголя, от партизанской и кончая молодежной. Тут столпотворение ужасное. Ну, видимо, это все связано, наверное, с новым рынком, с мостом. Я думаю, так. Хотели, чтобы вот этот транспорт, трамвай, шли намного быстрее. А для автомобилистов это стало намного хуже. Для водителей легковушек, грузовиков и маршруток новшество не сыграло на руку. А отчасти озлобило. А это значит, что проводя время в пробках, некоторые автомобилисты могут не сдержаться. Выехать на запрещенную для них трамвайную полосу и дать по газам. Если первое ДТП закончилось погромом металлолома, то где гарантия, что следующее не станет смертельным? У людей же нет знака, потому что здесь нельзя ехать. Уже должны привыкнуть. Уже давно вот это стоит. Но они, видите, не обращают внимания на это все. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. Дорожные инспекторы уже начали проводить рейды на дорогах со специально выделенными полосами. Нарушители пока лишь предупреждают, но скоро их ждут немалые штрафы – полторы тысячи рублей. Ну а сейчас еще одна дорожная новость. Уже международного уровня. Алтайский край может стать частью магистрали «Восток-Запад». Этот проект – продление федеральной трассы М-12 до Новосибирска с последующим ее выходом на Алтайский край и далее в Китай. Сейчас всерьез рассматривают на федеральном уровне. Правительством России реализуются масштабнейшие проекты. То есть буквально не успели начать строительство трассы М-12 Москва-Казань, как не дожидаясь ее завершения, уже было анонсировано, что ее будут продлять до Екатеринбурга. А сегодня уже идут поручения прорабатывать варианты продления ее до Новосибирска и с выходом на Китай и Монголию. В каком этапе именно уже в восточной части страны, за Уральским хребтом, будет реализовываться этот проект – это надо смотреть. То есть либо это будет продолжение вот этой платной дороги параллельно существующим федеральным трассам и опять же тоже на платной основе. Либо это в каком-то все-таки моменте будет стыковаться с существующей дорожной сетью федеральных трасс, и просто будет их расширение за счет этой программы реализовываться. Ну это вот уже вопрос реального, скажем, исполнения тех поручений, которые сегодня даны. Конечно, дорога нужна. И я еще раз говорю, то есть что получит регион в любом случае от прохождения. Соответственно, увеличится грузопоток, увеличится количество машин, проезжающих по региону. Поэтому как минимум вырастет количество потребляемого топлива в регионе, соответственно, мы можем увидеть увеличение дорожного фонда, потому что его наполнение, в том числе и от акцизов на топливо, которые были в регионе приобретены. Второй момент. Любой транспортный поток – это развитие логистики, это, возможно, появление каких-то логистических центров, это, возможно, здесь развитие промышленности, предпринимательства, потому что получают более дешевый, более быстрый доступ к каким-то ресурсам. Поэтому любая инфраструктурная стройка, любой инфраструктурный проект, он развивает экономику в целом. И здесь надо просто понимать, что с применением каких мер, какими путями пойдет. Ну, все-таки, я думаю, всегда есть варианты прохождения, те или иные, которые учитывают, в том числе и все природные памятники, национальные памятники. Поэтому на сегодняшний день ни одна дорога, какого бы масштаба она ни была, не может пройти по территории национального заповедника. То есть, соответственно, проектировщики при проектировании все эти данные тоже учитывают. К другим темам. В Крае сохраняется режим чрезвычайной пожароопасности. На этой неделе в число муниципалитетов с пятым, самым высоким классом горимости, отнесли еще несколько районов. Это означает, что и в них риск пожара вырос до максимального. В региональном МЧС это объясняют погодными условиями. Солнечно-ветренно, осадков почти нет, а значит, возгорание может произойти легко. В целом же обстановка в регионе остается крайне напряженной. В семи районах сохраняется четвертый класс горимости, пятый – чрезвычайный в 19 муниципалитетах Славгороде и Барнауле. Это сохраняет высокую пожароопасность. За неделю с 16 по 20 мая случилось 254 пожара. А еще вероятность засухи. Специалисты уже говорят о рекордно засушливой за всю историю наблюдений первой и второй декадах мая. Для высадки картофеля и овощей прогноз неутешительный, а в федеральной синоптике, включили Алтайский край в число субъектов, за которым будут следить как раз из-за засушливой погоды. То, что Сибирь будет полыхать, еще несколько лет назад предсказывали многие отечественные ученые. И их прогнозы на ближайшие годы, к сожалению, тоже не радужные. Леса Сибири, в том числе Алтайского края, нуждаются в срочной защите. Для этого Госдума ужесточила наказание за нарушение правил безопасности. Штрафы для поджигателей выросли в 10 раз. Но какие еще превентивные меры нужны для охраны сибирского леса? Моя коллега Татьяна Голубева узнала у профессора, преподавателя технического университета, известного лесозащитника Михаила Шишина. Михаил Юрьевич, здравствуйте. Как вы оцениваете нынешнюю ситуацию по природным пожарам в Сибири, в Алтайском крае в частности? С одной стороны, это как бы уже предсказанное явление. Уже давно об этом говорили многие ученые и в нашей стране, и за рубежом. Они говорили о том, что мы входим в полосу таких вот возможных засушливых лет, когда будут пожары просто нарастать. Поэтому нужно готовиться к этому. Нужно все-таки иногда слушать ученых. Они говорят порой важные вещи. Я в данном случае обращаюсь к тем, кто должен принимать решение. Ученые же не принимают решение, другие принимают. Поэтому ситуация довольно сложная. И она, к сожалению, предсказанная тенденция сбывается. Нарастание количества пожаров. В этом году на территории края потушено уже несколько очагов природных пожаров. Но при этом, на самом деле, сезон только начался. Как вы оцениваете перспективы, какие прогнозы по природным пожарам в ближайшее время, в ближайшие годы? Дожди начнутся, будет все сокращаться. Поэтому предсказать точно никогда не удается. Это природные явления. И они бывают... В них вмешивается, разумеется, человек. Но многие природные явления, они идут настолько неожиданно, что просто нужно заранее системно подходить к подготовке того же самого пожароопасного сезона. Вот, например, я не убежден, что дешевле стало сейчас бороться с пожарами, нежели это было раньше, в советское время, когда была стройная система лесохраны, когда были лесники и так далее, мероприятия в лесу, которые сдерживали лес. Тут надо считать, мне кажется. Поэтому лучше бы, может быть, сделать хороший анализ и частично вернуться к тому, что было в советское время. Ученые предсказывали, что ситуация будет ухудшаться. Она будет и дальше ухудшаться, если не предпринимать никаких мер? В принципе, да. То есть, в ближайшие годы... Понимаете, тут же можно сравнить с другими странами, которые раньше начали в наших регионах гореть. И видно, что количество пожаров возрастает. Ну, вот такие страны, например, да? Какую можно привести? Да все. А все. То есть, вот-вот, все северное полушарие, оно точно, вот, все горит. Ну, посмотрите, вот по новостям, по Тугали, там, Испания, Греция, там, ну, и очень многие страны, они... Чем они южнее, ближе к экватору, чем выше температура, тем у них процессы эти проявляются быстрее. Мы немножко севернее, и Алтайский край в данном случае, вот, уникален. В данном случае это не моя оценка, это оценка Института климата и экологии, Академии наук. Они прямо сказали, что у Алтайского края резко выделяется по сравнению со всеми другими территориями именно своей вот стабильностью экосистем. В чем причина? Ну, может быть, у нас много влажности, у нас много лесов и так далее. Это помогает, это часто нам. Поэтому нам лучше сохранить. Чем для нашего региона может обернуться худший сценарий развития природных пожаров? По тем прогнозам, которыми мы, так сказать, владеем, мы можем сказать, что нарастает вообще засушливость. И есть опасения у специалистов, что такие вот жительницы, как Россия, они могут входить в полосу таких вот устойчивых засушливых явлений. Мы, видимо, будем заходить в это гораздо медленнее. Но для того, чтобы смягчить еще больше, ведь давно уже открыты все способы этого. Ну, например, восстановление лесополос. Это уникальная же была создана система лесополос в Алтайском крае. Ее восстановление, безусловно, будет сдерживать. Ну, а так, потери урожая, потери инфраструктуры, потери жилища людей. Потому что затраты на потушение пожаров очень большие. И, конечно же, необходимо развивать мониторинговую систему. Она в крае есть. Я могу сказать, что, может быть, наш край как раз выделяется тем, что было положено большие усилия создания мониторинговой системы. Ее нужно просто продолжить и так далее. А, получается, они мониторят сейчас? Ну, конечно, как не мониторят? Мониторят, да, и мониторят. Но связь между, допустим, наземными наблюдениями и космическими наблюдениями, они должны сократиться минимально. Потому что очень много фиксирует спутник там или там другие способы. И земное, вот между ними должно быть минимальное количество времени. Тогда, получается, можно быстро отреагировать и получить хороший, там, скажем, ну, быстро потушить пожар. То есть, получается, дополнительные меры, вот главные, основные, по-вашему, это вот мониторинг и лесополосы или что-то еще? Да, это и воспитание. Вот об этом нужно говорить. Хорошо, что вот телевидение в это говорит, и нужно говорить как можно больше. Кого-то ведь это остановит. Ну, что там эти шашлыки и палы. Все же причины-то понятны, откуда возникают пожары. На шашлыки поехали или там вот пал пустили. Это же известно. Мониторинг, лесополосы, это все, конечно, вопросы такие глобальные. И получается, что дополнительные меры защиты лесов от пожаров необходимы нам все-таки от федерации или ответственность все-таки лежит и на местных властях? Совместно. Причем есть очень серьезный аргумент. Ну, если Алтайский край, это действительно житница страны, и от этого зависит. Вообще говоря, мы людей будем кормить там и чем мы будем кормить. Поэтому я уверен, что не только наши бюджетные средства краевые, но и федеральные должны быть привлечены. Должно быть какое-то специальное, вообще говоря, решение по территориям, которые особенно ответственны по продовольственному программе, по снабжению людей продуктом и питанием. И по этим территориям нужно будет больше выделять средств там пожаротушения и мониторинга и так далее. Ну и федерация тоже не должна. Нет, обязательно, обязательно. Тем более, что, а в чем проблема-то? Профицит бюджета. Все время каждый вечер с экрана говорят, что денег больше, очень много. Так, ну а где эти деньги-то? Давайте мы их вот как раз вот на эту проблему и направим. Спасибо. Уголь подорожает на 20% в ближайшее время. Столь значительное повышение цен краевые власти объясняют проблемами с поиском поставщиков твердого топлива. В краевом правительстве на неделе подвели итоги прошедшего отопительного сезона, чтобы не допустить ошибок будущей зимой. Горячая точка на карте региона, Яровое, таковой быть не перестанет. Несмотря на масштабный ремонт объектов теплосферы, муниципалитет просит не отключать горячую воду. На местной ТЭЦ этим летом обновят котлы, потратив на это 162 миллиона рублей. В прошлые два года на это выделяли 95 миллионов. И, по словам министра промышленности Вячеслава Химочки, осваивали их, нарушая сроки, так как подрядчиков не было. Все это не могло не отразиться на состоянии оборудования, когда осенью 2021-го произошло сразу несколько аварий. Резкое снижение температуры произошло из-за того, что днем ранее, 2 ноября, котлогрегат номер 9 вывели в ремонт из-за его зашлакованности. При этом уровень зашлакованности, хочу обратить внимание, к тому времени уже достиг 7-метровой отметки, что говорит о длительной эксплуатации котла в некорректном режиме. Из 9 муниципалитетов, так и не получивших зимой паспорта готовности, не все реабилитируются в новом сезоне. Прокуратура края обратила внимание профильных властей, что устранить замечания, то есть провести ремонт или замену, стоит в разы больше районного бюджета. В таком положении Третьяковский, Хабарский, Каменский районы. Ответа у Минстроя нет. Крупную сумму, почти 3 миллиарда рублей, в этом году планируют потратить на другие мероприятия. Строительство 11 модульных котельных, Благовещенко, Бурла, Ильцовка, Завьялова, Куринский район, Рубцовский район, Советский район, Топчихинский район, Третьяковский, Староалейское село в Третьяковском, Тюменцевский район, город Алейск. Также планируется замена теплосетей. Кроме того, каждый муниципалитет должен сформировать 45-дневный запас угля к началу утопительного сезона. Евангелев призывает районы участвовать в совместных торгах, чтобы потом не остаться без топлива. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов, День с толком. Этим летом в Крае планируют трудоустроить порядка 9 тысяч подростков. Реестр работодателей, готовых принять несовершеннолетних, уже в июне будет сформирован до конца мая. Пока в основном откликнулись заводы, но есть и предприятия других сфер. С чего начать поиск работы подростку и какие сложности могут возникнуть в процессе, в специальном репортаже Софии Яценко. Заработать на карманные расходы хотят многие подростки. А с получением паспорта трудоустройство становится реальным, как и возможность иметь свой собственный доход. Но далеко не каждый подросток и его родитель может быстро найти вакантное место. Ярославу 15, он заканчивает 8 класс и, как и многие сверстники, хочет иметь свои деньги. Впервые заинтересовался работой в прошлом году, когда получил паспорт. Тогда вместе с мамой начали искать работу и сразу же столкнулись с проблемами. Оказывается, нужно записываться с февраля, с марта. То есть не летом ты проснулся, а на самом деле нужно за полгода вставать на какую-то очередь. И я знала и видела, что подростки работают на заводах. Ну вот в частности на патронном заводе. Они сортируют патроны и проверяют их качество. Туда берут в основном детей самих сотрудников, потому что туда очень строгая служба безопасности. Для Юлии, как для мамы, безопасность сына на рабочем месте – важный фактор. Но какую бы работу для Ярослава она ни рассматривала, ни одна не соответствовала ее ожиданиям. Мы просились к моим знакомым, которые занимаются сортировкой мусора. То есть им сдают мусор, макулатуру и так далее. Они говорят, там нужно таскать тяжелые тюки, там может сдать грузовик назад и, не дай бог, его придавят. Вдруг он будет работать на жире и потеряет сознание. То есть все понимают, что 14 лет – это ребенок, это дополнительная ответственность. А такую ответственность готов взять на себя далеко не каждый работодатель. Но нашим героям все же повезло. В августе прошлого года после нескольких месяцев безуспешных поисков парня согласились взять помощником повара в кафе. И все же этому поспособствовало знакомство работодателей с семьей подростка. Нужно знать человека, прежде чем взять его к себе, работать. То есть узнать, может быть, родителей, яблоко от яблони, знать семью. Ну вот это да. И посмотреть на человека, то есть пособеседовать, пообщаться, как он ответственный, неответственный, как он относится, серьезно относится, несерьезно, то есть просто так провести время. Ярослав зарекомендовал себя сразу, упорно трудился, прислушивался к наставлениям коллектива. Я здесь научился резать большую часть продуктов, которые пригодятся мне в дальнейшей жизни. Чистить овощи, картошку, например, тыкву, разливать напитки, знать их граммовую меру. Этим летом парень снова будет трудиться на кухне. С тех пор, как старшеклассник начал работать, говорит мама, он поменялся, повзрослел. В первые дни ему было тяжело, и он приходил домой уставший. Он прям даже попросил меня проще, сказал, мама, я прям понял, как тебе тяжело, ты ходишь на работу, ты нас пормишь. И это осознание, оно вот ни с чем не сравнимо. Большая часть одноклассников и, в принципе, моих сверстников из школы очень сильно хотят начать подрабатывать. Поработодатель должен предоставлять такую возможность, потому что это, в принципе, поможет подростку в дальнейшей жизни. Потому что не каждый подросток, появиваясь к такому труду, не понимает, что его ждет в дальнейшей взрослой жизни, и на словах это просто не доказать. Это факт зарабатывания денег, да, должен присутствовать, во-первых. Во-вторых, это развивает ответственность. То есть он уже понимает, что у него такое поле ответственности, он должен это сделать. Это очень хорошо воспитывает, мобилизирует. А шансы иметь собственные деньги, это тоже немаловажно. То есть понимать, как деньги зарабатываются, что они не берутся ниоткуда. Озадачиться поиском работы для подростка нужно за полгода. За это время как минимум необходимо завести учетную запись на портале госуслуг, потом зайти на единую цифровую платформу «Работа России» и заполнить резюме. Но есть еще немало нюансов, связанных с возрастом подростка. Ребята, старшеклассники, чей возраст составляет 14 лет, для трудоустройства необходимо их родителям получить согласие органы опеки и попечительства, а также согласие родителей, что они разрешают им трудиться. С 15 лет предоставляется только согласие родителей. На сегодняшний день в Барнауле трудоустроили уже около 300 подростков. Обеспечить рабочим местом планируют этим летом еще около 2000 ребят. В Алтайском крае уже разместили вакансии для подростков. В регионах активно проводят подготовительную кампанию по размещению вакансий на предприятиях. Большая часть рабочих мест создается при школах. Но мы себе ставим задачу, чтобы все-таки дети в этот период, в летний период, получали первые профессиональные навыки. Поэтому работаем над увеличением количества работодателей реального сектора экономики. К примеру, в Омской области для увеличения вакансий старшеклассникам сделали проект «Мое трудовое лето». Для подростков будет как раз расширен перечень тех работ и услуг, которые предоставляются в рамках временной занятости. В Алтайском крае упор в трудоустройстве делают больше на престиж рабочих профессий. Значительная часть подростков в летний период будет работать подсобными на заводах. К примеру, в Омской области больше ориентируются на образовательную и научные сферы. Красноярский край трудоустраивает подростков чаще в коммерческие. Помимо зарплаты, которую подросткам выдаст работодатели, региональные центры занятости должны выплачивать и материальную поддержку. На эти цели в этом году из краевого бюджета выделено более 2 миллионов рублей. Наша материальная поддержка зависит от минимального пособия по безработице. На сегодняшний день составляет минимальный размер 1725 рублей от 1725 рублей. И наша материальная поддержка выплачивается независимо от того, сколько часов отработал старшеклассник. Мы платим за календарные дни. Сумма хоть и небольшая, но для начала трудового пути, отмечают специалисты, уже неплохо. Молодой человек, отработавший в течение полный месяц, полный рабочий день, сможет заработать до 14 тысяч рублей. Кроме оплаты, которая будет предоставляться работодателям, также будет предоставлена из областного бюджета надбавка 2156 рублей каждому молодому человеку. Но чтобы заработать эти деньги, говорят родители подростков, которые уже столкнулись с поиском работы для своих детей, нужно пройти немало испытаний. Да и далеко не все работодатели ждут у себя несовершеннолетних хлопот много, ответственность огромная. А между тем, опыт развитых стран показывает, чем раньше подросток начинает зарабатывать деньги, тем ответственнее и осознаннее он ведет себя во взрослой жизни. София Ценко, Андрей Печеркин, День с толком. Кстати, накануне столетия Чуйского тракта Банк России выпустил памятную серебряную монету номиналом 3 рубля. И в завершении выпуска спортивная новость, которая уверенно удивит многих. Футбол будут преподавать на уроках физкультуры в школах края с нового учебного года. Пилотный проект «Футбол в школе», направленный на развитие игрового вида спорта, уже опробовали в 8 пилотных регионах. И вот с сентября 2022 года наш край присоединяется к числу субъектов, где школьников будут учить профессионально гонять мяч. Правда, пока спортивные уроки будут проходить в 80 школах региона, их должны обеспечить необходимым инвентарем. Но как такое нововведение восприняли сами дети, а также педагогическое сообщество. Об этом в специальном репортаже Дмитрия Дроздова. Юный воспитанник команды «Динамо» мечтает стать известным футболистом, поэтому с юных лет упорно тренируется с мячом на поле на групповых и индивидуальных тренировках. Я еще на дополнительные там хожу две тренировки, получается четыре. Но готов заниматься и больше, говорит Дима. Он идею о том, что мяч можно будет гонять и в школе, явно одобряет. Ну да, круто. В принципе, футбол здесь и футбол там, нету разницы, и все. Это же футбол. Главное для ребенка играть в футбол. А где и как – вопрос уже для взрослых. По словам тренера, то, что на развитие детского футбола обратили внимание на российском уровне и пытаются привлечь к нему как можно больше детей – здорово. Наша страна давно нуждается в подготовке профессиональных игроков, начиная с самого раннего возраста. Дети, которые, ну скажем так, не задействованы в профессиональном футболе, они могут здесь раскрыться и получить какую-то игровую практику, опыт, съездить на какие-то турниры. Но вот далеко не все учителя физкультуры знают о нововведении. В курсе те педагоги, где проект стартует уже в этом году. Новой задачей они удивились, но готовы ее исполнять. Для этого должны провести обучение школьных педагогов основам футбола и современным методикам его преподавания. Специалисты Российского футболного союза разработали специальные методички для проведения урока футбола в начальных и старших классах. Мои мысли такие, что футбол чуть-чуть посложнее реализовать, чем мини-футбол, в связи с численностью игроков. То есть в мини-футболе у нас состав маленько поменьше, чем в большом футболе. Но думаю, при такой популярности футбола и занятости детей, думаю, этот проект возможно реализовать. Но в то же время учителя физкультуры несколько скептически относятся к новшеству. Говорят, что у них, как у людей со специализированным спортивным образованием, есть понимание того, как проводить игровые занятия. Но у каждого за плечами свое направление. И не всегда это футбол. Кто-то занимался волейболом, кто-то баскетболом. А кому-то по душе была легкая атлетика. И в этом смысле одной методичкой не обойтись. С преподаванием футбола могут возникнуть проблемы. Думаю, сложновато. Здесь все равно нужны специалисты, потому что есть особенности футбола, те, кто должны знать и разбираться днем. Некоторые учителя, ну, они просто как учитель физкультуры, соответственно, у них где-то не хватает просто материала учебного, опыта для проведения. Ну, хотя в программе футбол есть, в школьной программе футбол есть. Ну, там самый минимум. А здесь рассчитано, что это как, ну, почти как футбольная школа будет. Футбол – это такой сложный вид спорта, где, ну, просто так вот бросил мяч и все, и заиграли. Так не бывает. Кроме обучения учителей, школа должна быть обеспечена хотя бы по минимуму материалей технической базы для тренировок по футболу. Пусть не крупный стадион, а хотя бы небольшое поле и ворота. Вот здесь все сложилось, потому что школа имеет полноценное футбольное поле, имеет давние традиции занятия детей мини-футболом. Но не везде так, как в 118-й школе. Открытым остается вопрос с привлечением детей к занятиям. Не исключено, что не все захотят посещать тренировку по футболу. Я не думаю, что мы столкнемся с этой проблемой. В школе более 40 бесплатных творческих спортивных объединений, в которые дети с удовольствием ходят. Но с мотивацией у детей заниматься футболом, мы уверены с подвижники проекта, проблем не будет. Этот вид спорта в России остается одним из самых популярных. Престиж ему за последние годы подняли и первый домашний чемпионат мира. После него число занимающихся футболом выросло в разы. И известные алтайские спортсмены приложили руку. Алтайский край входит в почетную десятку регионов России по успешным воспитанникам. Юрий Дюпин – вратарь Казанского Рубина. Александр Соболев – игрок московского «Спартака». Александр Ерохин играет за питерский «Зенит». Владислав Камилов – игрок футбольного клуба «Уфа». И Кирилл Баженов из футбольного клуба «Химки». И этот список можно продолжать и продолжать. Содержать команду на уровне даже лиги нашей сибирской, ну как «Динамо» – это очень сложно. Очень сложно. Но массовый футбол, детский футбол, выращивать вот будущих наших ребятишек – Ерохин, Дюпин, т.д. и т.п. – это возможно. Занятия футболом будут проводиться для всех учеников, независимо от пола. На первом этапе проект предполагает организацию на муниципальном уровне школьных футбольных лиг. То есть соревнования между школами должны проводиться на регулярной основе. А с начала этого года Российский футбольный союз планирует запустить единую лигу для всех школ. В дальнейшем это не только массовость, это естественно качество. Это качество, ну с точки зрения обучения нашего тренерского состава. Это качество с точки зрения, я уже обозначал, ребятишки переходят в детские футбольные центры, либо в команды Академия Льва Яшина. А также «Динамо», «Алтай», «Полимер», «Локомотив» и многие другие. Согласие на участие в проекте дали порядка 80 школ, большинство из них сельские. Видимо, там не хватает профессиональных клубов. Но отметим, что в планах у организаторов проекта «Футбол в школе» сделать тренировки в виде все же не обязательных, а факультативных занятий. Но ситуация может и измениться. Все нюансы нововведения не разглашают до 26 мая, до проведения общего собрания организаторов с Российским футбольным союзом. После него мы обязательно расскажем о деталях неординарного проекта. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. А на этом у меня все новости. Такой была уходящая неделя. Я же желаю вам удивляться чаще. Далее о погоде спонсор прогноза компании «Валар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok